Дербент И дальше на запад Продлевается грузинским валом Который уходит в Абхазский вал Переходит в Змеевые валы на Украине И доходит до самой Англии До Великобритании Это туда А вот туда через море Через Каспийское море Та же самая стена Туда на восток Стена уходит сначала под воду В советское время были Две или три экспедиции Которые исследовали подводные Фрагменты этой стены А потом дальше на восток Эта стена выныривает Из Каспийского моря И превращается в Гарганский вал Где она обретает черты Настоящей стены Строго идущей на восток Ровной как шоссе Или дорога И эта стена, Гарганская стена Упирается уже В Великие горы После которых Она же выныривает В виде Китайской стены Преодолевает весь Китай И оканчивается в Северной Корее Вот такая Эта Великая стена Строили ее давно Несмотря на то, что Экскурсоводы здесь Говорят, что строительству Всего лишь Несколько сотен лет Но история Знает путешествие Александра Македонского Который брал эту крепость И не мог перейти Эту стену Северной Корректор А.Кулакова Северной Корректор А.Кулакова Северной Корректор А.Кулакова Как мы знаем Александр Македонский Это железный век До новой эры Третий-четвертый век И сама фактура Александра Македонского Сама его война Против Дербента Сама его попытка Поставить Так называемую Крышу Русским царям Вся эта история Запечатлена В русских летописях Называемых Сказания о Словении И Руси Этих летописей Очень много Несколько сотен Списков И там Все это ярко Описано И эти летописи Известны Историкам Давно Александр Македонский Когда подошел К этой стене К этой крепости Он понял Что обойти ее Невозможно И пройти на Русь Не представляется Никакой возможности Поэтому он Написал Русским царям Смешное послание Что мол В следующий раз Если потребуется Им защита И собственно Крыша То они могут Обратиться к нему За этой услугой А так У него дел Много Он уходит на восток В Согт В поисках Овесты Которую собственно Говоря Он и выкрал потом В конце своего Восточного похода Крепость По которой мы ходим Александр Македонский После долгой Очень долгой Осады Взял Гарнизон крепости Сражался Очень храбро Поэтому Александр Македонский Оставил Предводителя Этого гарнизона В живых И более того Он даже Оставил его Начальником Этой крепости И насколько я помню Нагородил Вот такая история Этой крепости Она очень интересна Естественно Она происходила Еще задолго До всяких Религиозных Войн И арабской Оккупации Дагестана Редактор субтитров Корректор А.Кулакова Все здесь было Уже в те времена Когда арабов Еще не было Даже в проекте Вселенной Не было и иудеев Не было еще и христиан Мир Жил Достаточно Спокойно Если не читать Нескольких Отморозков Типа Александра Македонского Которые Купались В человеческой крови Убивали Целые народы Вырезали Целые империи На этом себе Зарабатывали Гнилое Прозвище Великий Собственно Если бы Велес Чье имя Буквально Переводится Великий Узнал бы Что его именем Коронуют Александра Македонского Убийцу Я думаю Что он бы Покарал не только Самого Македонского И тех Кто ему дал Это имя Но и всех Потомков И Македонского И тех Кто позволил себе Так упомянуть Имя Реального бога Собственно Это и произошло Потому что Македонский Сколь Не был велик Но от него Не осталось Ни перышка Ни волосика Отравили парнишку Самым простым Методом Или иначе Как-то убили Сказка уже Об этом Не сильно рассказывает Но факт Налицо Угманили Преступника Даже не сажали Его в зимдан Как последнего Преступника Примитивного И Недостойного Никаких Почестей Приказни Сейчас мы идем В тот самый Зимдан В котором Мог оказаться Александр Македонский Собственно Вот она Дырочка Входа И вон оно Окошечко Выхода в свет Почему мы сюда пришли Потому что Теория Убийства Македонского Там где-то В Македонии Она не единственная Гипотеза Гипотеза с тем Что Александра Македонского Отравили В Македонии Не единственная Существует Местный Нардский Эпос Который Говорит О том Что Македонского Поймали На обратном пути Заточили В Зимдан Под горой И там он находится До нашего времени По сегодняшний день В заточении Его охраняют Каджи По-русски Это Кащеи И он не имеет права Оттуда выбраться На мой взгляд Такая Повесть Об Александре Македонском Она Более вероятна Почему? Потому что Македонский Это сказочный персонаж Наказание которого И должно быть сказочным Он не может умереть От отравы Как обычный человек Потому что Он Необычный человек И На примере Македонского Который мучается Под горой Все это время Сказочники И повествователи Эпоса Показали Что Таких Выродков Как македонский Как раз Нужно Заключать На всю Их Бесконечную жизнь Чтобы они Мучились Мы находимся Окол Ханского Дворца Так называемого И мы видим Что нас встречают Два дракона Которым Очень миролюбивые Христиане Мусульмане И иудеи Оторвали головы Эти головы Не сохранились Мы видим Только языки Нижние челюсти Но это Крылатые драконы Известные Вполне Вы можете Посмотреть Их Извояния Аналогичные В интернете И Это как раз Та самая Иллюстрация Когда мы видим Насколько Агрессивна Религия Такая же Беда Случилась И с теми Извояниями Которые Разрушил Пророку Мухаммед Как мы знаем Из истории Его род Вызвался Охранять Древнейшее Святилище Где стояло 300 статуй Богов Языческих Богов И эти статуи За оплату Его род Взялся Охранять Потом После некоторого Момента Что-то случилось С пророком Мухаммедом Он пришел Со своими Воинами И изрубил Все охраняемые Языческие Извояния Вот так Выполнил он Свой долг Перед нанимателями Которые платили Ему Деньги И которых Он Таким образом Обрушил Религия Это беда Современной Цивилизации Религия Это то Что уничтожает Все народы В данном случае Здесь Дагестанский народ Который Едва терпит Арабское присутствие Мы разговаривали Со многими людьми И Почти каждый Нам сказал Что он понимает Что арабская Так называемая Культура Предельно чужда Для жителей Дагестана Что Дагестанцы Привыкли жить В своих селениях Своим Родовым укладом И это правильно Очень много народов И очень много Разнообразных языков И культур Которые есть В Дагестане И равнять их Под одну Арабскую Неродственную Ни одному народу Это преступление Религиозного характера Которое Называется Термином Геноцид Культурный геноцид И человеческий геноцид Вот эта крепость На которой мы сейчас находимся У нее есть две стены основных Северная и южная От южной стены Которую мы только что прошли Которая самая высокая На углу которой были От этого угла В Табасаранский район Уходит стена На 42 километра Как говорит местный гид Которая самая высокая Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 ДимаTorzok